Неплохой получился выезд в Нижний Новгород. Перед этим мы с вами разбирали, что матч с Ростовом получился не таким уж ярким и запоминающимся, очень сложным, очень жарким и очень энергозатратным. Об этом говорил и я, и Марко Николич. И мы в принципе это понимали. Плюс это был первый матч. У нас действительно очень сложный график перед тем самым входом в новую команду Марка Николича. И тяжело. Я прекрасно понимаю, что тяжело, но мы все равно должны это как-то проговаривать и разбирать. Но не забывать, что действительно выездной матч с Ростовом это тяжело. Выездной матч с Нижним это тяжело. Плюс конечно же мы не должны забывать про то, что у нас сейчас будет еще один выезд в Краснодар. Такой же как Ростов. То есть очень тяжело. И только потом мы приедем на нашу родную веб-арену и наконец-то начнем сезон у нас дома. 4 августа в мой день рождения мы сыграем с Оренбургом. Поэтому от этого тоже нужно плясать. Первым делом я хочу вас поздравить с первой победой нашей любимой команды ЦСКА в новом сезоне. Потому что это правда было очень круто, очень здорово. И по счету, главное что топово, мы не пропустили. Зайбили треху. Правда их же был всего лишь 1.22. Но я не считаю, что нужно как-то акцентировать на этом внимание. Мы идем от игре к игре. И будем сегодня разбирать конкретно этот матч в Нижнем Новгороде. В начале, как обычно, ребятки прошелся об обратной связи. Пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Также на наш телеграм-канал подписывайтесь. Там очень много нашей всевозможной красно-синей информации. Лайвы со стадионов, интервью с футболистами и просто много нашего красно-синего контента. На заметки Клинса подписывайтесь обязательно. Ну и конечно напоминаю о том, что наши друзья из фона продолжают очень сильно поддерживать нашу любимую команду ЦСКА. Точно так же, как они и продолжают поддерживать наш с вами канал ЦСКА с Клинсом. А также ряд клубов российской премьер-лиги. Например, Акрон, Черноморец, Крели Советов, Ростов, сборная России. Тот самый фон Баткуб к России, который мы, кажется, совсем недавно затащили, а уже прошло такое большое количество времени. Надеюсь, нашим новым главным тренером Марком Николичем мы вновь будем на лидерующих местах. А может быть заберем трофей к себе по Рену для стартового сезона Марка Николича. Это будет очень хорошее подспорье. Надеюсь, что мы его заберем. И конечно, в связи с этим я респектую нашим друзьям из фона за то, что они перелопатили формат этого кубка совместно с РФС. И получилось очень свежо и по-новому. Я на самом деле очень рад, что сейчас формат кубка именно такой. Потому что много матчей, много всевозможных возможностей для проявления себя нашими молодыми футболистами. А я, вы знаете, всегда топлю за нашу молодежь. Поэтому я считаю, что это очень крутая штука. Ну и главный мой респект нашим друзьям из фона за то, что они и про вас не забывают, и подгоняют для вас очень топовые бонусы для моих любимых подписчиков и по совместительству лучших болельщиков в мире. И эти бонусы вы можете забрать с легкостью. Пройдя по ссылочке в закрепленном комментарии, вы попадете в наш телеграм-канал. Там будет красочный пост. Из этого красочного поста вы все поймете. Поэтому проходите по ссылочке, попадайте в наш телеграм-канал, забирайте увеличенный в 100 крат тот самый бонус от наших друзей из фона. И, конечно же, ребятки, у нас обзор матча ЦСКА Нижний Новгород. С вами, как всегда, я, Клин Синьо. Привет! И погнали! Для начала давайте пробежимся по тем 11 футболистам, которые вышли в стартовом составе нашей любимой команды ЦСКА против Нижнего. Без сюрпризов, как обычно, не обошлось, потому что нам нравится. Помните, я при Алексее Березусском постоянно говорил, что мне нравится предвосхищение матча, потому что мы не знали, кто где выйдет. И сейчас, пока еще, конечно же, только притирка получается. Марка Николаевич через официальные матчи просматривает всех футболистов. И мы только сейчас понимаем, кого он предпочитает кому и кому он отдает большее, да, то самое предпочтение. Поэтому без сюрпризов не обошлось. Поехали по стартовому составу. Конечно же, легенда в воротах. Мойзес, Роша, Дивеев, Круговой, Бистрович, Обликов, Келвин, Рифат, Койтай и Мусаев. Все тут, в принципе, понятно. Круговой левый латераль. Правый, конечно же, Келвин. Мойзес левый центральный защитник. Дивеев правый центральный защитник. Роша центральный-центральный. В опорной зоне сначала вышли Кристиан Бистрович, да, и Иван Обликов. Рифат Джамальдинов отыгрывал левого инсайда. Секу правого инсайда. Тамерлан Мусаев вышел на позиции центрального нападающего. Давайте по заменам. Во втором тайме вышел Саша Сделар, поменял Секу. Понятно, Обликов пошел играть наверх. На позицию правого инсайда Саша Сделар пошел обратно в опорную зону. Давило вышел Мион Гаич, Федор Чалов и Матвей Кисляк. Я думал, что Чалов выйдет в стартовом составе, чтобы сыграть своего рода последнюю песню, но этого не случилось. И еще несколько слов по стартовому составу, потому что меня это даже где-то немножко прибамливает. Зачем каждый раз ставить Рифата Джамальдинова, если видно, что он тяжелый? Ну, типа через игры, чтобы он добирал, добирал. Но это имеется в виду сыгранность, да, и какое-то там взаимопонимание. Но не его вес, но видно же, что он тяжелый. И на самом деле, если бы он играл где-нибудь под нападающими на его родной позиции, там же как раз, где Марко Николич его чудесно использовал в локомотиве, согласен, было бы по-другому. Мне кажется, что ускорение, врывание и опережение соперников путем, да, заброса от его партнеров за спину и его забегами за спину. Очень много раз ему кидали за спину, и он не мог обогнать своего визави, и мяч терялся. Ну, медленный Рифат, и все пока не в попадь делается. И вот я в телеге написал об этом, мол, зачем было ставить старт Рифата, ну, то есть, вот это мне крайне непонятно. Каждый раз это происходит, и каждый раз я удивляюсь. Понятно, что это может быть обособлено тем, что он хочет так через матч наиграть, что изначально так и планировал по тайму давать играть этим игрокам, чтобы они потихонечку набирали-набирали, потому что нам уже нужны топовые игроки в своей сильной ипостаси. Это мы тоже прекрасно должны понимать. Также я не понимаю, почему Саша Сделлар сидит. Понятно, что он поднимает обликовок, когда меняет, да, Сашу опускает обратно в опорную зону. Если убрать те все данные слухи по возможному уходу Саши Сделлара из ЦСКА, пока мы это не будем разбирать, это поговорим об этом в другой раз. То я не понимаю, чем Бистревич лучше Саша Сделлара. Ну правда, вот при всем том, что мы хорошо играли, у нас там залетело все, что могло залететь при таком-то 1.22xg, но опорной зоны же не было вообще. То есть в центре поля мы мяч вообще не отбирали. Проходной двор. В опорной зоне проходной двор. Это и к Ване Облякову. Но Ваня Обляков как раз не опорный полузащитник. Его, да, главная задача созидать. И он созидал, и созидал неплохо. Но рядом с ним должен быть опорник. Вот как играли Мендес и Сделлар. Сделлар больше разрушитель. Мендес больше такой, да, тоже атакующий игрок. Ну хотя он тоже может убирать мяч. А пара Бистревич и Сделлар. Ой, Бистревич и Обляков. Но это, если Ваня такой, да, ярко выраженный, как мы уже с вами решили, созидатель, то Бистревич. Многие опять на меня накидают. Но я вот, я почитал комментарии, все прям восхищаются Бистревичем. Клинс, что ты скажешь про Бистревича. Парень хорошо играет, добротно, все правильно, нормально. Но каких-то изяществ я от него... То есть, понимаете, в моем понимании... Это в моем понимании. Там Марк Аникаревич может смотреть на это по-другому и, наверное, смотрит. Но в моем понимании опорный полузащитник должен отбирать мяч и продвигать его вперед. Либо держать темп назад-вперед, назад-вперед. Там, да, чтобы разбить прессинг соперника, чтобы подержать мяч, успокоиться команде. Своего рода, да, ведение игры с центральными полузащитниками. Понятно, что когда их три, это проще. Когда два сложди, нужно там подключать латерали. Там один центральный защитник, а зачастую и два крайних подключаются. Все это делается во взаимодействии, это понятно. Но вот Бистревич темп держит хорошо. Подуспокоить, несколько перепасовочек сделать, да. Но его влияние на игру вперед, кстати говоря, в этом матче было намного лучше, чем обычно. Но не так велико, да. Но в этом матче, правда, сыграл неплохо Бистревич. Но мой главный критерий к опорному полузащитнику, когда у тебя уже есть в паре созидатель Иван Обляков, это отбор мяча, там прессинг, стопор, да, там за счет даже нарушения правил затормаживания атак. Если с Ростовом это вообще не получалось, здесь соперник был чуть попроще, но и здесь тоже каких-то отборов, перехватов я у Кристиана Бистревича прям очень много не увидел. Вот давайте, чтобы не быть голословными, чтобы просто так не набрасывать, я вот в прямом эфире прямо сейчас вам скажу, сколько наделал Кристиан Бистревич отборов, да. Две попытки отбора и одна успешная у Кристиана Бистревича, опорного полузащитника. И две попытки перехвата и ноль выносов. Но это никуда не годится. И у Вани Облякова то же самое. Тоже два, две попытки отбора и ноль удачных. И то же самое четыре перехвата и ноль выносов. Но это мало для опорных полузащитников. Но если Ваня компенсирует это игрой вперед, то Бистревич, я не знаю, чем компенсирует. Саша с Деллара вышел и стал же понадежнее, ну правда. Обляков пошел наверх. И вот как раз пара Бистревич с Деллар уже получше. Почему? Потому что Саша чуть стал получше держать мяч, цементировать. А Бистревич так пытался уже больше играть вперед, хотя тоже вот даже когда была пара Бистревич с Деллар, тоже на самом деле ребята больше играли на сохранение, да. И это же видно. Это же не мои какие-то слова из воздуха, но это же видно. Посмотрите на владение мяча. 50 на 50 с Нижним Новгородом. Мне вот это, честно говоря, непонятно. Селку пока тоже явно далек от своих кондиций. В этом матче получше. В этот раз несколько очень хорошо раз взаимодействовал с партнерами. Выводил их на оперативное пространство. То есть вот то самое взаимопонимание между футболистами потихонечку у Сека налаживается и приходит. Я надеюсь, что это будет быстрее происходить, потому что мы все с вами очень ждем Който. Който, того самого Сека, которого мы с вами смотрели в обзорах в его предыдущих клубах. Понятно, что он еще не адаптирован. Понятно, что это все нужно докручивать, но пока мы же объективно ждем от этого футболиста намного больше. Я вам его рекламировал, да, представлял, как будто топчик-топчик-топчик просто разрывать будет РПЛ. То есть я по-прежнему буду говорить то же самое. Он топчик и будет разрывать. Нужно просто довести его на нужные кондиции. Конечно, еще стиль игры тоже зависит, тоже зависит. Но видите, даже при таком стиле игры, даже при процентном соотношении 50-50 во владении мяча, мы все равно забили треху. Понятно, что ошибался и нижний, но где-то хотелось бы и докручивать. Многие говорят, вот Клинт, смотрите. Вот, наверное, мы будем об этом с вами разговаривать весь турнир, потому что, ну, я уже говорил, по мне 0-0 хуже, чем 3-3. Вот сейчас то же самое. Клинт, смотри, мы выиграли 3-0 без шансов. Вот это да, вот это марка, да. А я вам говорю, ну, мы там 6-2 выиграли месяц назад. Ну, и по мне 6-2 лучше, чем 3-0. Как бы, да, там и молодые поиграли. Это другое. Понятно, что там уже все было разрушено. Турнирных таблиц, ой, турнирных, да, мотивации не было. Сейчас что-то по-другому, это факт. Ну, просто мне вот, когда тыкают вот этим, вот я отвечаю вот так. Но я вообще не склонен, как бы, ругать за победы. Это бред. Я просто высказываю свое мнение. Я, наверное, всегда так делал. И где-то докручиваю свое видение. Где-то хочу, чтобы вы его докрутили в комментариях обычно. Потому что все-таки вот мы забили первый гол, да, и как будто бы сыграли в Англию. Станислав Минин, комментатор этого матча, очень тонко это подметил. Я с ним согласен. Но мы же вообще перестали играть. То есть, помните, Федотова ругали за то, что он забивал и откатывался, и играл на удержание. Очень все матчи, да? И недоудерживал. Вот у Марка Николича это по-другому. Это правда. Пока понятно, что это очень маленький отрезок. По нему судить очень мало и неправильно. Потому что мы знаем Федотова в два сезона. Там много всего было. А у Марка Николича всего два матча. Сейчас Марка Николич выглядит поубедительнее. Но пока, правда, круто, что мы не пропускаем. Это прям топчик. И хочу перейти к стандартным положениям сразу же. Потому что сегодня они опять сыграли. Я уже говорил об этом. И на сборах это прослеживалось. И продолжается. Мы очень круто играем на стандартных положениях у чужих ворот. Но очень ужасно на своих. То есть, нужно позвать обратно Бабаяна. Потому что те штрафные и всевозможные стандартные положения у наших ворот были прекрасны. И у чужих. Сейчас у наших пожарища там иногда нам чудом не прилетает. А вот у чужих это просто очень кайфово. Вот стандартное положение у чужих ворот. Были крутые и про Федотови. И сейчас Марка Николич их докрутил. То есть, что вытворяет Обликов, Роша, Дивеев. Дивеев забил в предсезонке. Забил сейчас. Просто кайф. Давайте разберем те самые забитые мячи. И сразу же, конечно, должен распихнуть перед этим Тамику Мусаеву. Просто я так рад и горд за Тамерлана. Потому что помню, как в него никто не верил. Помню, как говорили, что мы его взяли на сдачу. Там из Балтики. Но бас. Все писали, что Клинс хвастит отмазывать его. Да он дно. Он там в Балтике не играл. Сидел на скамейке. А я его постоянно защищал. Помните? Сейчас я просто... Это практически ренессанс. Да, понятно. Посмотрим, как будет дальше. Но это вот то же самое, что с Обликовым. Я защищал его постоянно. Теперь Ванька стал топчиком. И то же самое с Тамиком. Кайфую. Конечно, бывает. Я и ошибаюсь. Но вот в этих парнях я был уверен. И кайфово, что они держат мои слова на плаву. Тамик просто красавчик. Разрывает. Просто во всех невозможных ипостасиях забивает. Отдает. Борется. Выгрызает. Просто в каком-то нереальном акробатическом прыжке. Вот он забил этот мяч. Просто на отскоке легендарный пас голевой. Сделал рефлажем лединов. Интересно, ему записали голевую или нет. Ну ладно, это все шуточки. Но так по мячу не попадать нельзя, конечно. Ну как сложился. Тамик всадил просто вот это вот его сразу же. Круто. Просто. Тамик очень крутой. Ну и конечно же второй гол. Как раз тот самый, о котором мы только что с вами поговорили. Подача на 46-й. На 49-й точнее минуте. От Ивана Облякова. Как обычно. Роша сбрасывает. И Дивеев подставляет. То есть два центральных защитника. И Медведев просто разводит руки. И это правда очень топчик Обляков, Роша, Дивеев. То есть у Роша голевой пас, да. У Облякова пред голевой и голевой. Очень круто сыграно. Я просто кайфанул на самом деле с этого. И конечно же третий мяч. Третий мяч тоже очень кайф. Давил начал атаку. Отдал, конечно же, на Кругового. Да. Это тоже было кайфово. Круговой вроде как хотел выполнить передачу. Не получилось. Потерял мяч. Но, что главное, я хочу за это похвалить Даню. Он не выключился из эпизода. И пошел дальше доигрывать. Пошел дальше доигрывать. Доиграл. Отобрал мяч. И четко отдал на Ваню Облякова. И Ваня вклотил третий мяч нашей команды. Ворота нижнего. И знаете, что я хочу сказать про Кругового? Знаете, обычно простреливают вот так по прямой. Тупо. Когда ты не понимаешь, что бежишь, бежишь, бежишь. Устаешь, например. Да, это класс футболистов тоже сказывается. И ты просто стреляешь параллельно. Посмотрите, как делают вот такие передачи Круговой. Что на сборах мы это видели. Чуть назад. Чтобы футболисты нашей команды успели набежать. И чтобы защитники были чуть отрезаны. То есть, такой же гол был на сборах. Где Круговой пролетел по флангу. И вот так вот чуть назад отдал передачу. И вот сейчас тоже. Не прямо параллельно линии ворот. А вот так вот чуть назад. И там как раз Ваня добежал и забил. Прекрасные мячи забили все. То есть, вот даже если смотреть. Да, те голевые моменты, которые были у наших ворот. Их нету просто, понимаете. Просто не создал Нижний Новгород ни одного голевого момента. Несколько ударов было. Но они были такие не опасные. Знаете, вот. То есть, Тихий бил. И запрягивал штрафной. Там мимо был. Царукьян бил. Тоже. Ну, не то чтобы очень опасно, да. Прям в руки Акинфееву. Еще раз тихий. Какой. Там, куда ты латься с самой концовочки. То есть, по сути, Нижний ничего не создал. И играл так себе. И по нему судить нельзя. Но это не умаляет того, что наша команда сыграла очень хорошо и сухо. Правда. То, что вот у нас была штука. Что мы раньше пропускали. На последних секундах. Этого сейчас нет. Но пока рано судить. Мы судим. Опять же, я не говорю, что Марка Николаевича прям крутой. Нет. Пока по двум матчам. Окей. Хорошо, что мы не пропускаем. Не пропускать всегда круто. Хотя. Много раз говорил. Я лучше сыграю 3-3, чем 0-0. Но пока не было 3-3. Сейчас был 3-0. Наша победа. Уверена победа на классе. Но опять же. Это Нижний. Будем смотреть, как с более сильными командами вот эта штука будет работать. Если вот точно так же мы будем себя показывать и с более сильными командами. То это будет круто. Потому что вот матч с Ростовом, который был хороший. Сейчас Ростов вообще в Паридосе. Хорошо начал Российскую Премьер-лигу. И вот там мы увидели. Там, правда, жарами мешало. Это понятно. Но вот если вот так же, как с Нижним, будем играть дальше, то Марка Николаевич заслуживает респект. Кого еще хочется выделить? Виктор Давила вышел после своих перелетов. После всех вот этих вот... Жена Давила. Все помнят эту игру слов. Хорошо сыграл. Мне понравилось. Секу уже сказал, что нужно-нужно, чтобы он добавлял-добавлял. Очень, да. Келвин. Келвин. Я вообще удивился, что его не было в стартом составе на первый матч. Кругового хочу опять отметить в Паридосе. Ваня Обляков просто... Ваня Ван Лав. Вы знаете, это один из моих любимых футболистов вообще из всего ЦСКА. Сейчас он опять показывает себя на очень должном уровне. Мне еще, знаете, что бросилось в глаза? Я пересматривал матч, потому что сегодня еще разок. И видели, если раньше, возможно, ситуативно, но я это много раз видел, центральные защитники крайние, раньше подключались либо Агапов, либо Мойзес. А сейчас периодически я видел, как будто бы наши два центральных защитника уходили наверх, и сзади оставался один Роша Либера, да? То есть, такого я давненько не видел. Напишите в комментариях, конечно, то, что вы заметили, что вы увидели. Может быть, прогнозы какие-нибудь. То, что вам нравится сейчас в игре ЦСКА. Что не нравится, какие у вас опасения. Обо всем этом обязательно пишите в комментариях. Ну и про обратную связь не забывайте. Комментарии пишите, лайки проставляйте на канал. Обязательно подписывайтесь. Не забывайте это делать. Все, ЦСКА всегда будет первым. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok